Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психофарф.дв, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашему девизу «Зову живых, оплаки и умертых, разбивая молнии» мы стараемся помочь самобездольным. Самобездольные в данном случае – это, конечно, наши пациенты. Хотя врачи, я считаю, тоже могли бы, ну, я не знаю, использовать наши выступления для того, чтобы, ну, хотя бы подтянуть свои знания. Потому что мы, на самом деле, рассказываем о том, как определить безграмотность врача. Я думаю, что это очень и очень будет полезно и для пациентов, а может быть, даже и будет очень полезно для врачей. Хотя бы для того, чтобы они знали, ну, как на них смотрят пациенты, с какими критериями. Итак, сегодня мы уже поговорили с вами о лёгкой степени безграмотности врача, о средней степени безграмотности врача. Хотите называть среднюю степенью, умеренной степенью. Но сегодня мы будем говорить о тяжёлой степени безграмотности врача. И, как всегда, мы свои суждения будем основывать только на данных доказательной медицины, то есть то, что опубликовано, на данных исследований, и, собственно говоря, на назначениях. То есть, собственно говоря, что вам назначить. И мы бы хотели напомнить один ролик, мы его выпустили, может быть, даже год, а то, может быть, больше тому назад, о том, как в научном центре психического здоровья использовали кровь из пуповины младенца. Ну, нам просто попалась одна из диссертаций. А вы знаете, что авторефераты диссертации вывешиваются в обязательном порядке на сайте этого выдающегося, я бы сказал, психиатрического учреждения. И вот из этого автореферата диссертации нам, то есть научного исследования, стало ясно следующее, что, собственно говоря, там происходит. Ну, лечение больных там разделено на несколько этапов. Первый этап. Больным устанавливают фейковые диагнозы шизостении и ипохондрической шизостении. У кого-то полезут глаза на лоб. Как эта ипохондрическая шизофрения является фейковым диагнозом? Это абсолютно фейковый диагноз, потому что в международной признанной редакции классификации болезни 10-го пересмотра ICD-10 вверху 2019 нет ни шизостении, ни ипохондрической шизофрении. Слово «ипохондрическая шизофрения» есть в нашей редакции классификации болезней 10-го пересмотра, подчеркиваю, российской, но не международной. То есть это прямое нарушение законодательства, потому что закон РФ о психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании гласит, диагноз психического расстройства ставится в соответствии с общепризнанными международными стандартами. Понятно, что если вам установили диагноз, который не принят, не признан нигде в мире, ни о каких международных стандартах речи не идет. Итак, с чего начинают? Устанавливают вопреки закону, нарушая закон, устанавливают фейковый диагноз. Следующий этап. Больным назначают препараты, которые предназначены для других психических расстройств. Почему они предназначены для других психических расстройств? Нет ни одного препарата, который бы исследовался при фейковом диагнозе. Почему нет? Ну, потому что ни одна фармацевтическая компания не будет заниматься разработкой препарата для фейкового диагноза, тем более платить деньги за исследование этого препарата при фейковом диагнозе. Поэтому нет показаний ни у одного препарата ипокондрической, и шизостении, или вообще остении, то есть слабость, повышенную утомляемость и физическое утомляемость. Я имею в виду, конечно же, это не фейковые препараты, потому что у нас много фейковых, не только диагноз, но и препаратов. Там вы, конечно, остынию найдете. Итак, дальше больным назначают препараты. Причем, обратите внимание, вот здесь эти препараты перечислены. И эти препараты все, если вы посмотрите инструкции, потому что у нас всегда начинает какая-то критика, пожалуйста, перед тем, как критиковать нас, почитайте, пожалуйста, инструкции этих препаратов. Все эти препараты дают седативный эффект в той или иной мере. Сонливость, слабость, вялость, чувство усталости, головокружение. Все это поименовано в инструкции. Еще раз. Пациент жалуется на астению, слабость, ему ставят фейковый диагноз, шизостении, ипохондрической шизофрении, и назначают препараты, которые усиливают слабость, вызывают сонливость, вялость и чувство усталости. Следующий этап. Больной все еще спит. То есть больному лучше не становится. Какой же вывод делают? Не вывод, что надо поменять лечение, что надо перестать использовать фейковые диагнозы, препараты, которые не показаны, препараты, которые ухудшают слабость, назначить бы новые препараты, но на самом деле назначают все те же самые препараты из этого набора, то есть меняют шило на мыло, и в течение, скажем, недели-двух может у вас курс лечения совершенно поменяться. То есть каждую неделю или две недели, раз в две недели меняют курс. То есть один препарат, который увеличивает сонливость, меняет вялость, слабость, усталость, меняют на другой препарат, который вызывает вялость, сонливость, усталость. Дальше делается следующий этап. Пятый. Больной все еще спит, он все еще усталый. Назначают, поскольку он вроде резистентный, назначают электросудженную терапию. То есть взбодрить его ударами электрического тока по голове для того, чтобы перезапустить нейроны. Причем обратите, пожалуйста, внимание, все это не имеет никаких показаний, потому что электросудженная терапия никогда не использовалась при ипохондрической шизофрении, при шизоастении, вообще при каких-то фейковых диагнозах, при шизофрении не показано. То есть это фактически, ну, издевательство над больными. И вот самое интересное, что такие циклы повторяются множество раз. Мы обязательно расскажем о больных, которые лежали в научном центре психического здоровья, которые вот прошли через вот эту мельницу, которая постоянно била по их голове. И, конечно же, мы считаем, что это тяжелая степень безграмотности врачей, потому что они постоянно назначали препараты или другие методы лечения, в данном случае электросудженной терапии, которая может только ухудшить состояние больного. Еще раз говорю, по нашей точке зрения, тяжелая степень безграмотности – это назначение препаратов или методов лечения, которые могут, заведомо могут ухудшить состояние больного. Конечно же, тяжелая степень безграмотности, вот чем она отличается от средней, умеренной степени. При средней, умеренной степени назначают препарат, который не сможет помочь. Ну, он не сможет помочь, ну, хотя бы он сильно не навредит пациенту. Здесь же назначают обязательно препарат, который может навредить пациенту, и, в общем-то, не может, а обязательно навредить пациенту. Это всегда граничит с издевательством над людьми, нарушением прав человека и преступлением. То есть, тяжелая степень безграмотности врача, это, конечно же, издевательство над людьми, это, конечно, нарушение прав человека грубое, это, конечно, преступление, которое, в общем-то, карается и преследуется по закону даже в нашей стране. Спасибо вам за внимание. Как всегда, в конце ролика мы просим вас становитесь спонсорами нашего канала. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комменты. Хотите отблагодарить нас за этот ролик, вы реквизиты счета найдете в его описании. До новых встреч!